Электронное управление, повышение качества законопроектов и конституционной роли Верховной Рады, достижение консенсуса между политическими фракциями и депутатской этикой – ключевые направления реформирования украинского парламента. В направлении реформы парламента самый трудный этап – это принятие законодательных решений. В связи с этим мною была создана специальная рабочая группа, которая объединила все фракции в парламенте, а также регламентный комитет с целью выработки этапов внедрения элементов дорожной карты. Прозрачный, эффективный демократический парламент. Именно такую институцию ожидают политиков украинцев. Европейский союз и международное сообщество готовы помогать Верховной Раде внедрять долгожданную парламентскую реформу. Однако основные вопросы все еще остаются открытыми, говорят европейские политики. Нас интересует процветающая Украина, поскольку она наш ближайший партнер. Мы хотим, чтобы в Украине состоялась парламентская реформа, чтобы не только в Украине был эффективный парламент, а чтобы эффективным был и европейский парламент. Для того, чтобы мы оправдали ожидания наших граждан. В марте 2016 года 240 народных депутатов утвердили 52 рекомендации Миссии ЕС при формировании украинского парламента. Руководитель Миссии Европарламента по оценке потребностей Пэт Кокс подчеркнул, что достижения есть, но впереди еще много работы. И призвал экспертов не составлять в списке проблем того, что может не состояться, а подготовить список предложений, каким образом можно достичь успеха. У всех есть свое прошлое и многолетний опыт. Мне кажется, что одна из политических потребностей — это когда вы обращаетесь за советами к экспертам, понимая, что они будут иметь определенный взгляд, точку зрения, и они хотели бы как можно лучше упростить путь к решениям. Но может быть, что этот путь к решениям будет затруднен из-за постоянной конституализации всего. Международные партнеры поощряют акцент на реформе с целью развития европейской, более действенной и прозрачной системы управления в Украине. Именно поэтому оказывают консультативную и финансовую помощь. Особенно поддерживают проект «Диалог Жана Моне». Это одна из образовательных программ ЕС, которая была начата для достижения консенсуса между спикером Верховной Рады и руководителями всех политических фракций. А дорожная карта по евроинтеграции должна стать основой политики, которая будет способствовать рассмотрению необходимых изгонопроектов в парламенте. Соглашение об ассоциации является главным приоритетом. Оно должно поддержать процесс реформ и трансформации в Украине. Сегодня мы слышим об очень важных достижениях и успехах парламента, а также о комплексном представлении о том, каким образом двигаться дальше и внедрять важные парламентские инициативы, которые пока находятся на ранних стадиях внедрения. Следующими шагами реформирования Верховной Рады является принятие важных законопроектов о количественном составе комитетов и о распределении комитетов между фракциями по методу Донта, который введен в Европейском парламенте. Речь идет о способе распределения мандатов при пропорциональном представительстве. Сейчас в Верховной Раде действует 27 постоянных комитетов и одна специальная комиссия по вопросам приватизации. По международным стандартам это многовато, поэтому количество комитетов планируют сократить до 20. И, собственно, беря за основу европейский опыт, мы разработали целый ряд механизмов, которые позволяют сегодня говорить о высоком уровне сотрудничества между парламентом, кабинетом министров, между отдельными комитетами и между отдельными министерствами. Электронный парламент, открытый доступ к публичной информации Верховной Рады Украины, первое заседание комитетов без бумаги, возможность электронных обращений – это те положительные изменения, которые произошли в парламенте в течение последних двух лет, говорят эксперты. Украинцы знают, кто их парламентарий, им известно невероятное количество информации о них, им это интересно, это дает им возможность наблюдать, что происходит, понимать мотивацию депутатов. Также мы видим улучшение эффективности в создании законодательного процесса. Конечно, нам нужны улучшенные результаты относительно качества этого законодательства. Создание независимой парламентской службы – также одно из главных направлений реформирования законодательного органа государственной власти. Эффективная, профессиональная, политически нейтральная, добродетельная парламентская служба является необходимым условием качественного законодательства. ВМФ созданная организация поможет повысить статус аппарата Верховной Рады в законодательном процессе и повысить уровень доверия граждан к парламенту. Аппарат Верховной Рады Украины – это не просто госслужба. Аппарат Верховной Рады Украины – это не просто госслужба. Это структура высшего законодательного органа государства, которая, к сожалению, не отражена в законе о госслужбе. Я приветствую инициативу народных депутатов по проведению изменений. И сейчас идет обсуждение о создании парламентской службы, которая бы имела свой особый статус, как во многих европейских парламентах. В конце 2017 года была принята коммуникационная стратегия парламента. На финальной стадии находится внедрение IT-стратегии. Цель этих важных проектов – лучше понять деятельность парламента и повысить уровень доверия к Верховной Раде. Реформа парламента – основа качественных изменений в Украине, ведь от институциональной способности законодательного органа зависит качество реформаторских законопроектов, которые влияют непосредственно на уровень жизни и деятельности граждан.